Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС на связи. В эфире Минск чрезвычайный. В студии Анастасия Гарбар и мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в Минске на пожары ЧС спасатели совершили уже более 2700 выездов. На пожарах погибли 23 человека, в том числе один ребенок. 35 жителей столицы, из которых двое детей, пострадали. А вот 42 человека силами МЧС были спасены из опасных зон. О том, какой была ушедшая неделя для столичных спасателей, я расскажу вам прямо сейчас. Минск чрезвычайный. В понедельник днем старый телевизор стал причиной пожара в Трешке на улице Восточной. Из-за короткого замыкания в одной из комнат загорелся 15-летний Самсунг. Прибывшие бойцы МЧС оперативно потушили пламя. Теперь хозяевам придется приобрести уже новый телевизор и сделать косметический ремонт. Комната, где произошло ЧП, оказалась закопчена. В этот же день, но уже вечером, по аналогичной причине, короткое замыкание, только уже светильника. В одном из боксов гаражного кооператива на улице Курчатова загорелся складируемый там утеплитель. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Не обошлась неделя и без традиционных пожаров по вине курильщиков. В ночь с понедельника на вторник цепочка «выпил», «покурил», «уснул» привела к пожару в Трешке на Плеханово. Оперативно прибывшие спасатели потушили постельные принадлежности. К счастью, виновник случившегося, нетрезвый 59-летний пенсионер, не пострадал. С наступлением холодов не проходит и недели, чтобы в оперативных сводках МЧС не появлялась информация о загораниях бытовок. Предположительно, в результате оставленного без присмотра электрообогревателя во вторник вечером на территории строительной площадки по пятому стекольному переулку загорелись обшивка и утеплитель бытовки. В результате этого пожара никто не пострадал. Минск чрезвычайный. Свеча горела. А вместе с ней поздно вечером в среду и квартира в пятиэтажке на улице Жудро. Бойцы МЧС прибыли вовремя. Огонь не успел разгуляться по всей квартире и полыхал только в одной из трех комнат. 70-летняя хозяйка апартаментов не пострадала. Огонь повредил мебель, а квартира оказалась закопченной. Ночью со среды на четверг на проспекте Независимости фура протаранила два автомобиля дорожной службы. В этот момент на дороге проводились ремонтные работы. В результате ДТП один человек погиб, а двое были госпитализированы. Для ликвидации последствий происшествия понадобилась помощь спасателей. Один из участников аварии оказался заблокированным в кабине. Работники МЧС извлекли его с помощью специнструмента. Вероятно, короткое замыкание в электрощите в четверг утром стало причиной пожара в девятиэтажке Нарафиева. Несмотря на то, что очагом пожара стал электрощит в тамбуре квартир на седьмом этаже, пострадала 81-летняя пенсионерка, проживающая в квартире этажом выше. С отравлением продуктами горения она была госпитализирована. Минск чрезвычайный. О том, что на улице 3 сентября, недалеко от станции метро «Молодежная» горит частный дом, службу 101 в 3 часа ночи сообщили обеспокоенные соседи. Когда спасатели прибыли на место вызова, дом уже был полностью охвачен огнем. К счастью, внутри никого не было. Жильцы самостоятельно покинули горящее строение. В результате пожара, причину которого еще предстоит установить, сгорело имущество, а также деревянные элементы кровли на площади 60 квадратов. Неосторожный курильщик умудрился дважды за неделю устроить пожар в собственной квартире. ЧП произошло в субботу вечером на улице Ольшевского. Оперативно прибывшие спасатели ликвидировали загорание дивана, но квартира оказалась закопченной. Неделей ранее подразделения МЧС уже выезжали по этому адресу. Тогда причиной вызова стали аналогичные обстоятельства. После всего случившегося 42-летнему хозяину апартаментов стоит задуматься, кто знает, даст ли судьба ему шанс в третий раз. Вечером в субботу на 101 поступило сообщение о пожаре в доме на улице Федорова. Оперативно прибывшие на место вызова огнеборцы в двушке на первом этаже обнаружили сразу три очага пожара. В одной из комнат загорелся диван, в другой диван и кресло, а на кухне бумага. Это дает веские основания полагать, что наиболее вероятной причиной пожара стал поджог. Кто едва не сжег квартиру в микрорайоне Сухарева, установит следствие. Каждую неделю в оперативных сводках появляется информация о загораниях автомобилей. В субботу поздно вечером на улице Якубова. Вероятнее всего в результате короткого замыкания электропроводки загорелся микроавтобус Volkswagen T4 Multivan 98-го года выпуска. Оперативно прибывшие на место ЧП спасатели потушили горящего представителя немецкого автопрома. К счастью, никто не пострадал. Вот такой была оперативная обстановка в столице на прошлой неделе. Берегите себя и своих близких. До встречи через неделю. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова